Лето – это самый любимый и ожидаемый сезон, который не сравнится ни с одной другой порой года. Отдых в это время дает возможность расслабиться, восстановить силы, обрести душевную гармонию и спокойствие. В середине лета мы решили узнать о том, какие планы строят жители нашего города на это время. Я не знаю, я уже давно никуда не ездила. Молодости ездили везде, а сейчас нет. Дома, на даче. Я с луком привезли на отдых в отпуске. Дома, все нормально. Я работаю, у меня отпуск в сентябре. Я пенсионерка, у меня денег дальше Красного Луча уехать нет. На работе. Люблю очень семью и дома нахожусь постоянно. Я его с удовольствием. Закончится блокада с детьми. Я даже, не знаю, с большой радостью. На огороде. Мы так много получаем, что мы не можем выехать куда-то. Да уже провожу, в принципе, отпуск. Здесь отдыхаю с семьей. Несмотря на то, что не все могут позволить себе отдых в 2021-м, для любителей путешествий все же прозвучали рекомендации. Ну, Краснодарский край, Крым. Поехать есть куда. В Уганской области, Астаховская, вот, не знаю, как называется правильно, водохранилище или ездят туда отдыхать. У нас коллеги поехали туда отдыхать. В прошлом году были, в этом поехали. Тоже как вариант. Ну, вот путевочки дают. Вот тут у нас, говорят, сейчас путевки дают людям по Луганской области. Тоже люди ездят, отдыхают. Так что можно, если люди хотят отдохнуть. Обстановка какая-то немножечко напряженная, я имею в виду, с коронавирусом. Поэтому, ну, я думаю, если даже можно, то в пределах своей страны. Это я так думаю. Ну, а там люди, пускай, сами рассчитывают, как хотят. Ну, в основном, я считаю, что, наверное, в России какие-то города посмотреть. Я так думаю, да. Вот, по-моему, сейчас люди в Казань едут, в Татарстан, там прекрасные места посмотреть. И вообще, это золотое кольцо, золотое кольцо, ну, верно то. Я вообще в Беларусь сюда уезжаю. Поехать там на Крым, в Сочи, там, это можно. На море, там сейчас говорят, море грязное. Вообще-то мне дочь приехала с этого, с Севастополя. Мало купались, там дожди постоянно были. Вообще, и так, море грязное вообще. С детьми, ну, на машине в Россию, конечно, экономику. В случае, если отправиться в путешествие все-таки нет возможности, можно обеспечить себе полноценный отдых недалеко от дома. Говорят, что страшно, и зеленый гай страшно, все заросшее, все это. Раньше ездили, отдыхали там, а сейчас нет. Мы с внуком каждый день ходим отдыхать. Вот у нас ставки, здесь на третий микропарк отдыха, где танк, площадка для детей. Едут дети в выходные на Яновское, там, это хранилище, на МИУС куда-то. Вот я даже не знаю, куда вы ездили. Я с ними не ездила. На пляж. Там пляж, там какие-то беседки, ну, как-то обустроено есть. Ну, в зеленом гаюке, в водоемах, если там что-то делают, по-моему. Ну, вот у нас в парке тоже хорошо. Мы тут гуляем все время, там у нас поставки, уточки плавают. Очень хорошо. Ну, если у людей денег, вот, например, нет, да? Конечно. Да где тут отдохнуть? В зеленом гаюке были, ну, там, ну, вроде там сейчас что-то сделают, разгребают. После этого не получилось. Где, в этом, на Яновке там хороший пляж. Там туда есть. Ну, для меня дача. Утро дома, к вечеру пока прохладнее, иду на дачу. Единственное, что где мы были, на Яновке когда-то, давно еще. И все. А, в Штерресе там вот были тоже, тоже. И все, ну, грязная все же, вода грязная все. Вы знаете, вот моя внучка, ну, где она отдыхала, я не знаю. Где-то в Андроцитовском районе, но она, ну, она, конечно, в восторге. Ну, вот они несколько дней пробыли, она в восторге. Да, парк неплохой, в общем-то. Поэтому в основном в парке вечером, потому что днем жарко. Вот, ездили на Успенку. Тоже хорошо на воде проводить время. На Меус, пожалуйста, можно съездить. Ну, водоемов много, в принципе. Можно во всяком, по-всякому отдыхать. Лето – это постоянное ожидание счастья, путешествий и уединения с близкими. И даже если не получается выкроить время на отпуск, всегда можно отвезти душу, отправившись на прогулку на выходных. Новости телеканала «Луч». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok